Добрый день всем. Приятно быть на конференции, очень много интересной информации. И только на таких мероприятиях можно что-то познать новое. Мы стараемся почитать почти все конференции и с каждой что-то новое вывозим к себе. Видим вначале сказать, хотим и отклониться по поводу сорняков злаковых. Мы для себя нашли такой выход. Делаем разрыв севоборота. Два года подряд сеем широколистные культуры. У нас была в том году проблема по пшенице, беломоге и лобс очень много. В этом году посеяли рам, сносились вот посеем лен. Мы не сеем злаковые и позлаковые, но получается так, что через каждые два года получается небольшая вспышка. Поэтому, чтобы не применять химию, у нас она не получалась. Мы применяли позлаковые, не было эффекта. Мы разрываемся и обороты. И сейчас это более эффективно. Теперь о хозяйстве. Мы находимся в западном Крыму, на полуострове Тарханкут. Крым имеет сам полуостров, имеет два полуостров. У нас западный Тарханкутский полуостров. Дальше, 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 дальше. Наши почвы. Многие были у нас, многие видео видели. У нас небольшой подробностей почвы. Дальше идет скала, ракушня. Дальше. Камней очень много на полях. Дальше. Вон мы камни собираем все. Стараемся собирать. У нас стабильный большой урожай камней на поле. Мы ни одно поле не обрабатываем по камне, с ним берем камни. У нас техника слабая. У соседей обрабатывают по любым камням все это. А у нас слабо приходится убирать все камни. Дальше. Дальше. Я в этом хозяйстве проработал 38 лет. Был главный агроном и потом свое хозяйство и так далее. Вот так вот мы почву обрабатывали. Дальше. Были такие у нас проблемы. Дальше. Такие. 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 Такая вот проблема. Такая вот. Если чернозем ушло. Почвы нет, а чернозем ушел. Я же лею на вашу дочь вы повлияли. Камни появились больше дальше. Вот такая проблема огромнейшая. У нас часто бывают сильные плельные бурьи. Выдувает. Уносит нашу минимальную почву дальше. Вот так промывает. Полтора метра промыло. Ракушняк снесло почву, промыло тварикой ракушняк. Вот это 30 сантиметров корешок был в земле. 30 сантиметров ушло с земли споря. Время. Назад. И когда это случалось, ну какой выход найти? Что нужно сделать, чтобы не было беды этой? И вот что у нас мы делаем сейчас? В основном нас беда наталкивает на это. Искать выход. Долго искали. Потом мы занимаемся наутилом, 9-й год. А тот период наутил не сильно был развит. Очень мало информации было. И случайно узнали, что есть наутил. Поехали интересоваться дальше. Естественно, первым этапом для нас, чтобы не было той беды, чтобы не было и ветровой эрозии, и водной эрозии, чтобы хотя бы сохранить то, что есть, мы переходим на наутил. Покупаем первую сейлку, диску Green Place. И вот первый наш шаг – отказ от обработки почвы дальше. Чтобы земля была укрыта постоянно. Чтобы не сдувала ветром ее. А у нас очень сильные ветра дальше. И сделали мы такую самодельную сейлку. Может, вы не видели по видео. Это анкерная сейлка. Мы на наших почвах не можем позволить себе купить нормальную сейлку. Дорогую. Но как быть? Или почву терять, или какой-то выход искать. Купили старенькую сейлку американскую и сделали самодельную. Хотя для меня этот анкер много лучше сеет, чем сеет или менее разрушительная сейлка, чем Green Place. Green Place очень черную землю делает. Дальше. Вот наша Green Place. Мы купили ее без ящиков для водопрессии. Или мы сами ящики поставили. Так она зеленая. Дальше. Потом дальше начали задумываться. У нас очень много степи. Наш район имеет самую большую степи в Крыму. Потому что степь нельзя обработать, одни камни и степь не обрабатываться. Но в степи на метре квадратном растет сотня видов растений. И всем хватает солнца, питания, влаги. И основная задача любого организма, даже растения, животных, дать потомство, дать семена. Они все дают семена. И всем чего хватает. Почему у нас не хватает на поле? Вот я не езжу. Везде одно и то же. Необрядные поводные условия. Зона рискованного земледелия. И все жалуются. Вокруг не были. И краснодарцы жалуются. И другие регионы жалуются. А упора в степи все хватает. Потом услыхали мы за покровные культуры. Дальше. Что если... А, не за покровные, а за покровные, само слово, за биоту. Что все подородие почвы обеспечит только биота. Биота, растения, животные, они постепенно поднимают подородие почвы. Один в природе в степи, один сантиметр подородного слоя образуется за тысячу лет. А мы за сотни лет последних уничтожили в два раза плодородие почвы. И виноваты же не мы. Виновата погода у нас. Ветер сильно дует. В том году повыдувало весь юг. Все жалуются. Но краснодарцы запрещают делать наутил. И почему ругают и того, что он сеет в анаутиле. Очень важен при анаутиле, я считаю, севоборот. Поэтому у нас в севобороте до 50% зерновой культуры. А злаковая это в том числе кукуруза, проса, сорга. Все злаковые. Мы не сеем больше 50%. Меньше сеем. 45%. 25% севтовички, Саша. 25% севтовички, Саша. 25% севтовички. 25% севтовички. 25% севтовичек бобовых культур. Через четыре года лед, через четыре года бобовые. Через год злаковые Дальше, для повышения параллогии почвы Нужны живые корни Чтобы биота питалась Биота питается только от живых корней Там происходит рынок Они берут с воздуха СО2 Оставляют углерозы Биота взамен дает все остальные Элементы питания Это мы подчеркнули в Аргентине, в Америке И решили переходить В 2018 году Мы впервые начали Более-менее высевать Трафик дальше Смеси Вот что мы набрали Первый год в складе То и посеяли Но посеяли не полностью Поле 100% А сделали участками Мы постоянно закладываем опыты Мы очень много делаем опытов И посеяли Один участок был в осень культур Были по две культуры По четыре культуры И приятно было, чтобы все они взошли Дальше 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 Ну там зашли покровные культуры Наши Да, дальше В 2017 году Дальше Дальше Смеси Дальше Потом И покровные сирии Мы тоже пытаемся делать И контроль оставлять Вот мы оставили небольшой участок Для контроля Без покровных культур Дальше И вот что получилось Где были покровные культуры Такая структура почвы стала Это буквально Пару месяцев они прорастли Такая структура почвы Где бы не было покровных Вот такая структура почвы Дальше Дальше Понятно Все У нас Это по-моему 18-й год был У нас прошел ливень очень сильный Выпало За 50 минут Угло 100 мм осадков И решили просмотреть Как влага проходит в почву Вот тогда Поехал Алексей мой На соседнее поле Соседнее паровое поле И у нас были покровные посередине Выпало 100 мм осадков У них промочило всего 20 см И вот то что вы увидели Вода повыходила Земля повыходила Это все с парового поля ушло Промыло промойно Полтора метра Она на всю жизнь не достанется И сколько земли унесло И влаги не получили Дальше снимаем И у нас Вся влага 100% прожила Нигде ничего не промыло То есть покров держит Структура почвы есть Вся влага питалась 50 минут 100 мм Все ушло в землю Только польза Дальше Мы Многие знаете Отказались от применения Минеральных удобрений Мы уже 10 лет не применяем Почему мы не применяем Потому что в нас Очень часто бывают засухи Весной Никто не знает Какая будет весна Взяли один год кредит И купил вагон Селитры внесли Другой год кредит Опять взял вагон Селитры И где мы внесли удобрения Мы получили минусы То что было сухо Дали поесть Пить не дали Права В этом году да В этом году сработали бы Удобрения В этом году влага есть В том году у нас Яровые многие погибли Вообще влаги не было И вот он знает Драганчука Драганчук показывал У него посевы с осени И рано-весно Гораздо лучше Наши крылья А потом он меньше нас Убрал урожай Потому что он везде Проводил опыты с удобрениями Нас изжили Висково надел Как быть Как получать Стабильный урожай В любой год Опять же Покровные культуры При которых Можно отказаться От использования Минеральных удобрений И Как мы не применяем Удобрения У нас это очень Наглядно видно Кто у нас был Вот мы проводили Позавчера у нас Небольшой семена Ребята были Видели Удивлялись Где посевы На камнях На волах Как не применяем Удобрения Видно результат Где есть Недостаток наш Что мы не дорабатываем Да мы виноваты Не тот был Севоборот Не тот предшественник был И так далее И где плюсы есть И вот это Говорил вы Александр Анатольевич За 5 Принципом Наутила Вот мы дошли На сегодня Полностью Почти До 4 Пятый Мы используем Частично Почему Частично Мы приглашаем Одного фермера Он пригоняет Свои коров Попасти Бесплатно Пускаем Пусть попасет Сами мы Не можем Перейти сегодня Но я боюсь Переходить на Животноводство КРС По какой причине Потому что Приезжают Службы Эти все Госнадзоры Эти технадзоры Сразу ЕКО Зайщут Все остальное Вот сейчас У Бориса В Воронеже Проблема возникает То Патпище В нем Забрали Специально Сейчас И пост Понаходили Но не дает Наша держава Чтобы мы Занимались Пятым Принципом Пока Мы остались На четвертом Принципе Дальше Ну в принципе Да Всем понятно Дальше Дальше Ну принаучили Все тоже Понятно Минимаем Друшение Почва Живой организм Еще раз Покров почвы Это Считается Как кожа У нас у всех Открыть Кожу Сразу Куча Инфекций Куча Все Будет Поиграться Почва Защищает Не почва А покров Защищает Покров Всех Немопрятных От солнца От жары Если мы Делаем Почву Голую Получается Раскаленная Сковородка Весь Верхний Слой Верний Слой А в слое Еще находится Живой И все Погибает Потому что Температура Бывает До синей Сирала Снегревается Я говорю Всем Что пары Это преступление Полное Преступление Мы Минерализуем Органику Получаем Какую-то Прибавку Урожая Вроде Как бы А в последующие Годы Понижение Мы Мы По По Почву Порану Дальше Вот тоже Делали Измерение На одном Участке Где была Почва Открытая Почва Закрытая Ну Здесь Сираты Показывают Доходило До 65 До 70 Раз Доходило Тебе Почва Открытая А те Почва Закрытая Естественно Там Получается И все Живое Там Влага Сохраняется И Пилота Там Себя Прекрасно Чувствует Дальше Дальше Ну Тоже Эти Принципы Все Вы Знаете И Не будут Они Повторяться Дальше 18 Год Назад Вот Мы Посеяли Эту Смесь Восемь Культур Я Повторяю Был Один Участок Восемь Культур Посеяно Потом Другие Культуры По 4 По 2 Были Разные Первые Наши Осознанные Опыты И Вот Мы Занимаемся Четвертый год Покровными У нас В принципе Каждый год Когда смесь Большая Когда много Культур Покровные Прорастают Пусть Не сразу Все Если За комбайном Сразу Все Прорастают Если Куда Период Немножко Оттягивается Посева Постепенно Они Но Они Все Прорастают Удивительно Но Факт И Когда Люди Приезжают Смотрят Наши Поля Я Сам Удивляюсь Как Оно Могло Вырасти Дальше Это Мы Случайно Посеяли Рапс Как Случайно Не Планировали Сеять Думали Будем Сеять Зерновые Тут Клен Был И Выпал Бочь У нас Сентябрь Это Будет Редко У нас Такую Возможность Пустить Нельзя Было Посеяли Рапс И Так Удачно Получилось Что Покровные Задерживали Снег Выпал Делайте Дальше Сним И Покровные Снег Задерживали И Рапс Силу Взял И Вот Что Интересно Видно Черевяка Зима Зима Идет Черевяк Сан Верху Ползает Делает Нам Полезное Дело Дальше Вот Черевяка Дальше И Кай Земля Видите Структурная Стоит Вот Это Снимок Тоже Сделан У нас Солекласс Это Все Наутил Но Там Убрали Комбонированием А здесь Убрали Отчесом Вот Как раз Был Александр Анатольевич Был Петр У нас Поле В это Время И Что Интересно Выпало Немножко Снега А у Нас Очень Сильные Ветра Дают И Тех Поля Где Обработка Есть Даже Похота Любое Поле Снег Весь Ветер Уносит Там Где Что Растет Снег Снег Там Где Вот Очер Стоит Там 22 Сантиметра Снега Лен Который Ниточка Который Вообще Чем Он Задерживает Он Задерживает И От Пыльной Бори И Снег И Все Остальное Дальше Это Смесь Дады Нас Скультурные Сеяли Дальше Вот Такие Смеси У нас Были На Полях Тоже Если Посмотритесь Вы видели Почву На Голых Камьях Такая Красота Растет И Было Мне Приятно Когда Ездят Люди И Говорят Понасевал А мы В том Году Посеяли Покровные Шикарные Покровные Выросли Подсолнка Много Пчелы Стояли И Так Поря Стало Зимовать И Мы Весной Посеяли Лен По нему Но Что-то Было Негатив Услышан Вот Хозяин Понасе И А вот Науте А меня Так Радует Так Приятно Когда Сбордак Вижу На полях Я Очень Радуюсь По самм Это Очень Приятно Они Не Понимают Это Молодцы Хорошо Давай Давайте Дальше Вот Видите Какая Земля Ряд Такой Голый Камень Небольшой Слой Земли Как Оно Растет Оно Растет Дальше Вот Тоже Те Самые Покровные Хватает Им Влаги Все Им Хватает А Почему Влаги Хватает Потому Что Вы Слыхали Многие Есть По этой Сухой Полив Разность Температур Конденсат И Постепенно Постепенно Им Влаги Хватает Дальше Это У нас Опыт Мы Побоялись Оставить Эхнати Это Чуть Раньше Было Когда 19 Вод И Мы Часть Замучили Измельчили У нас В том Году Были Заморозки Сильные Восьмого Где-то Девятого Мая Еще Мороз Минус Пять И Опять Все Заморозило Шикарные Посевы Были Распустились Красиво И Все И Поперели Все Потом Отбило По одному Колосоку Одному Колосоку Все Один Колосок В итоге Поле Ячменя Оно Дает Нам 12 Сеттнеров Оно Посеяно Было Ячмень Было Посеян Длину А Обрезано Вот Видно Не Видно Вот Здесь Обрезано Было Обрезано Поперек Там Дает 16 Сеттнеров Начали Снять Причину В чем Причина Если Сеяли Так Все Одинаково А поперек Обрезано И Больше На 25 Процентов Больше Дает Дальше Сним Сейчас Приятно Что Если Программа Есть Что Можно Поставить В телефоне И Наблюдать По годам Какая Была Вегетация Начали Разбираться Взяли 16 Год Это У нас Было Зеленое Было Посеяно Посеяли Подсолну С донником Зеленое Донник Дальше Дальше 16 Дальше Все Смотрим Дальше 17 Это Еще Последействие Донника И Вот Если Смотреть Все Эти Года Донник Последействовал Даже 17 Год Это Был Посеян Не Помимо Огород Посеян Дальше Не Особо Не Видно 18 Год Это 18 Год Была Посеяна Пшеница И мы Тоже Делали Опыт С удобрением Делали Вот Видите Здесь Линейки Удобрения Здесь Не Было Удобрений Здесь Немножко Удобрений Дальше И Вегетация Показала Что Сильнее Дальше 31 7 Сильнее Покровные Культуры Я вам Показывал Снимок Здесь Было 8 Смесей Дальше Было Меньше Смесей И Видно Что Уже Донник Не Действует Не Действует Удобрения Дальше Видно Покровные Что Побольше Дальше Снимок Это Август Ну Видно Что Чуть Темнее Так Дальше 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 И Дальше Как за два года Дало Прибавку Урожая Дальше Это После уборки Вечменя Мы Посеяли Пять видов Покровных Смесей Там Были От 15 До 42 Трех Повторностей Повторности Разные Дальше Тут Вегетация И Дальше Дальше Это Мы Сеем Покровные Культуры Пшеницу Дисковой Сеем Для Стоячей Покровной Культуры Кто Может Уже Видел Эрне С Выпустил Видео По-моему Два Дня Назад Или Вчера Выпустил И Показывает Как Сам Процесс Посева Был И Какая Пшеница Стоит Дальше И Вот Такая Пшеница У нас Взошла По Покровным Культурам Постоячим А Вот Смотри Шикарный Пшеница Пшеница Очень Хорош И Пшеница Прекрасная Стоит Сергей Васильевич Минутку Еще Выпивание А вот это мы приглашали фермера Выпасать нам Немножко Погад Вот этот участок Там есть Гектар Тоже экспериментальный Мы там два года Не применяем Совершенно Ни Есть сорня Но Его Очень Мало Без грибицидов Если бы не знал Не поверил Что так оно может быть Там будет нормально Рожать Овса Никакой Химии Совершенна Мы уже два года Не применяем Фунгициды Не ситициды Не применяем На зерновых В этом году Впервые Они применили Нарапси Вот ребята Скажешь Я не обманываю Нарапси Нет уредителей Есть они Конечно есть Но не такие Чтобы они были Критические Что нужно Химия Вносить туда Так дальше Видели дальше Это смеси наши Что мы уже Двадцать пять Культур мешали Но мы смеси Не потравливаем Сколько килограммов Смеси выселает В луках Мы высеваем До половины Нормы высева Каждой культуры Если допустим Двадцать пять Смесей Каждую берем Там Сколько она Дорма выселит На двадцать пять Делим Чтобы получилось Не больше Кровинного Дорма выселит Смесь Смесь Сколько килограммов Смеси Разные В зависимости От семян Если семена Мелкосемянные Может быть Пять килограммов Если смеси Вот такие Такой смеси Может Клг 30 У нас Нельзя Грустно Сеять У нас Влаги Нет Дальше Сним Был у меня Анекдот Приезжает Министр Ко мне На поле Уборка Идет А мы Сеем Покровнее Но я Попастаюсь Перед ним Продвинутый Приезжаю На поле Открываю Сеялку Достаю Семена Показываю Как Что мы Сеем Он Это что Дурак Свиньи Есть Семена Выкидываешь Зерно Выкидываешь Перестал Объяснять Мы Не понимаем Что Говорит Дальше Вот Покровные Два Года Были Вот Такие Смеси Дальше Делаем Дальше В том Году Прекрасные Кабачки Прекрасные У меня Леша Ездил Сегодня Собирает Кабачки Каждый Привозит Жарим И У меня Леша Ярит Противник Химии И Вот Сидит Огоров Подходит Я Потом Крючок Сравн Не ругается Что ты Ешь Мы Применяли Химии Вот На Горохе Мы Применяем Группусть А Применяем Силициды А Здесь Не Применялось Вот Здесь Бери Ходи Ешь Что Хоть Всего Дальше 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 Это Ольга Привозила Нам Студентов Своих Часто Приезжают Часто Бывают Вот Такой Обработки Были Покровные Живые Корни Постоянно Если Посмотрите Видео Эрнеста Там Четко Видно Как Оно Все Расло Дальше Вот И Смесик Красивый И Как Красиво Светет Приезжаешь Куда Просто Душа Радуется Это Все Сгорело А Там Это Мы Уже Как Это 31 Октября Накрыли Смеси То Что Не Успели Мы Убрать Нас Семена Их Было Останавливать Срочно Мы Остановили Чтобы Семенялось И Вот Ездил Зимой Утром Было Мать Муж Кряква Не Улетела Сидела На поле Питалась Семенами Вот Этот опыт Очень Интересный Очень Показательный Мы Планируем Сели Букурузу Посели Под нее Покровные Культуры Посели Часть Чистая Вика Дальше Вика С рожью Посеяна И Дальше Чистое Плод Ничего Не Посеяно У нас Проблема С посевом Весной Весной Влагосенок Это есть Дисковая Силка Налипает На диски Очень тяжело Здесь Посев Пошел Прекрасно Дальше Посев Прекрасно И Обычно Когда Весене Весной Земля Черная Земля Выкидает Ну Страшно А здесь Гляньте Он Как В вольную Пошел Красота Дальше Вот Это Белорожь Сик Это Ничего Не Был Дальше На одном Тоже Поле Гляньте Какая Структура Посел Видите Гляньте Дальше Снимаем И Какая Структура Где Ничего Не Был Тоже Поле Утильное Но Голое Все Дальше Снимаем Вот Здесь Видно Ходы Червей И так Далее Их Переработки Дальше Посеяли Кукурузу Естественно Мы Накрыли Вику Геппицидами Смесью Элементарно Вика Убирается Мы Глянем Вику Нельзя Убрать Элементарно Убрала Вики Нет Кукурузу Посеяли Гринплейс Страшным Поселом Где кинуло Четыре Зерна Где ни одного Не кинуло Она взошла Дальше Вот такая Кукуруза Росла У нас Дальше Вот Кукуруза Росла Семена Такая Кукуруза Насладила Крыму Наши Ученые Говорят Что Крыму Кукурузное Зерно Нельзя Выращивать Мы Получили Сорок Цент Нерав Дальше Семен Зеленский Бывает Дальше Дальше Михаил Колотиль Кто знает Часто Бывает У нас Дальше Проводим Семинары Когда Многие К нам Приезжают Поучиться И в этом году Тоже Было Очень Показательно Специально Ходили На это Поле Где была Кукуруза Где Была Вика Рожь Пшеница Два Года Назад Вика Где Пшеница По Вике Посеяна Вот такая Стоит Дальше По смеси Вика С рожью Чуть Меньше Где Не было Ничего Гораздо Хуже Гораздо Хуже То Два Года Назад Была Вика Она Проросла Всего До конца Марта Нормальненько Мы ее Убрали И Собо Она Пользу Сделала И там Стоит На самом деле Центр На Осик Стоит Урожай Сейчас Вовсе Вики Зачем Тебе Нужны Удобрения Если Оно Привода Обеспечивает У нас 80% Азота В воздухе И Биота Способна Накрымить Азотом Дальше Это мы в Аргентине Были Дальше Учились Это Американцы Кто знает Ребята Учились Дальше Это наши Приезжают И сегодня Мне самого Не верится Что могут Быть Такие Посевы На нашей Почве Без Удоплений Без Всего Остального Поэтому Я еще Сам Учусь Мы Находимся На самом Еще На начальном Этапе Наутилов Сегодня Всем Нам Намного Легче Сегодня Очень много Хозяйств Которые Достигли Чего-то Когда мы Начинали Еще информации Почти никакой Не было И Спасибо За границы Что Чему-то Нас Научили Теперь Мы Сами Ставим Опыты Сами Делимся Спасибо За внимание Сергей Василь Спасибо Великолепно Я Хочу Сказать Сергей Василь Согласился Принять Научильщиков 10 сентября И будет Возможность Посмотреть Посевы Покровных Культур Нынешнего Года И Дополнительно Мы Всех Известим У кого Будет Возможность Приехать И Посмотреть Этот Очень Поучительный Интересный Опыт Своими Глазами Увидеть Увидеть Условия Безводия Не Сеяли Вон Смотреть Спасибо Я Передаю Микрофон Апирант Ожидали Что Он Будет Доктор Созвищать Но Так Получилось Жить Он Начал Бышей Считать Причем Очень Интересно Все Эти Огромные Посевы Показывали Сударскую Траву Показывали Американцы Такие Снимки Я думаю У нас Это Не Может Быть Нет Есть И Меня Это Радует Пять Принцев Которые Александр Анатольевич Просто Молодцы Ребята Я получил Огромное Удовольствие Готов Следить Еще Дальше Но Большое Спасибо Хочу сказать Николаю Васильевичу Мне очень Понравилось По крайней мере Я свободно Себя чувствую И мы как бы Разгрузили Друг друга И поучаствовали И мне очень приятно Я предлагаю Наш опыт Продолжен Спасибо Спасибо